Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала! Мы сегодня отправляемся в Краби. Вот мы уже здесь купаемся, нас ждет и восторг, и разочарование. Досматривайте выпуск до конца, не перелистывайте. Короче, сегодня все будет по чесноку, ребят. Да, Мироша, погнали? Да-да! Заряжайте лайкосики, пишите комментарии и погнали в новый выпуск! Едем на Краби, там вроде как крутые вообще пляжи. Ехать там 2 часа 37 минут, 154 километра! Ну все, хорошие нам дороги, мы поехали. Следующая остановка Краби. Смотрите, какая природа начинается. Такие скалы, вот такие торчащиеся. И вот сейчас это все будет усугубляться. Я вообще смотрел, что на Краби самая крутая вообще природа. Вот эти всякие острова, Бонда и так далее, и тому подобное. Наверное, что-то интересное сейчас будем видеть, видеть-увидеть. Посмотрите, в какую красоту мы заезжаем. Между двумя скалами какой-то природный туннель из деревьев. Ха-ха! Вообще красиво. Да, смотрится вау. Какая пушка поднимается. А вот и она. Все, выехали. Такой недолгий туннель. На подъезде к городу Краби вообще вот эти скалы, вот как из фильмов, да, вот эти всякие заброшенные острова, какие-нибудь еще там, кто что смотрел, не знаю. Смотрите, как круто. Не, и самое, что интересно, что камера в любом случае не передаст эту всю красоту. Это без вариантов. Но хоть как-то показать, это вау. Мы уже едем по городу Краби. Такой достаточно уютный провинциальный городок. Пока не понимаем, где море, где что, но вроде по карте будем жить там возле реки какого-то парка. Так сказать, в центре событий. Ну посмотрим, сейчас вот уже подъезжаем, будем заселяться, ром-тур делать и, наверное, погулять куда-то сходить надо будет. Сразу сходу хочу показать, что у нас, видимо, здесь прям ночной рыночек будет. Инфраструктура такая. Здесь тоже что-то наливают, насыпают. Так, чуть-чуть нам не хватило места припарковаться, потом бы чуть-чуть протянул, и я бы залез. А то здесь вот эта чифанька, ничего себе. Это получается, что попасть в отель, мы вот видите, такие торговые ряды. Видимо, вечером здесь движуха будет конкретная. Ай! Но, видите, мы прям, получается, вот здесь будем заходить. Кстати, можно вообще машину, получается, сюда переставить. Сейчас надо быстро глянуть, кстати. Может быть, действительно сюда поставить тачку? Ну да, вот здесь и места есть, и он вообще целая поляна. Ну ладно, потом с этим разберемся. Здесь у нас самозаселение. Нужно понять, на каком этаже мы будем жить. Потом открываешь ячейку, вводишь код, и, видимо, дальше на этаже берешь еще дополнительные ключи от номера. Так, надо найти письмо. Мы попали кое-как. Нас вот пришла женщина, заселила. Смотрите, какой дизайник прикольный. Здесь есть на первом этаже кухня. Я не знаю, общая она или не общая. Но смысл того, что есть все в таком лофт-стиле. Мы прямо на первом этаже будем жить. Добро пожаловать. Сразу, сходу, прям рум-тур делаем. Прикольная. Так, это прихожка. Тумбочка-холодильник. Вот, пожалуйста, чайчик для сюда. А, как-то цвета. А, окей. Стол. Такая вот огромная детская кровать. Окей, сомневаюсь. Мария, какая гигантская просто у детей будет кровать. Мне кажется, здесь можно было даже три этажа сделать. Матрасы удобные. О, какие твердые. Есть ящики. Есть раковинка. Это я. Вот, пожалуй, чей здесь. Ванная комната. Туалет. О, смотрите. Носенка, открывай, фанорамное стекление. Открывай, открывай. Открывай, вся штору, открывай. Обалденно. Это же здесь. На улице, где мы припарковались, смотри. А, не круто, выно? Давай, выно. Это я сижу. А, ничего себе. Нет, у нас действительно классная кровать. Все такие лампочки. Даже, смотрите, есть зонтики. Носенка, а помнишь, мы такими зонтиками хотели заниматься, продавать? Нет. Помнишь? Нет. Не помнишь? Нет, вообще не помню. Так. Так, вот диванчик, телевизор. Опа. И вот-вот наша машина. Вот эти панорамные стекла. Прикольно. Ты встанешь, что ли? Нет, нет, мы же сюда и припарковались. Так я надо бы сюда поставить просто. Но, так самое то, что интересно, что здесь отсюда можно выйти. Смотрите. Хопа. Хопа. О. И все, и ты выходишь на улицу. Прикиньте. Все, вот так вот ногами тык-тык, и ты на улице уже. Не, ну так мы еще не жили. О, прикол. Как вам, пишите в комментариях. Ну это, конечно, да. Смотри, я уже на улицу пошел погулял. нет но это идея действительно классно блин прикольно вообще не рожка нашел воду налить и красивая водичка так здорово мне зашло прикольно вот стилю когда необычный вроде все что такое на минималках но тем не менее высоченные потолки за счет этого нет вот это хоть номерок в принципе небольшой да ну там душ все горячая вода вот даже смотрите такие баночки есть вот тоже с маркировкой их отеля не ну прикольно необычно и конечно еще огромнейший плюс этого отеля то что здесь интернет 5g как правило в отелях вообще раздается на всех ну хотя бы на этаж один общий интернет интернет дерьмо а здесь 5g скорость прям то что нужно сейчас сам прикол будет как бы машину выгружать просто шторку откроем и сюда все будем закидывать походу будем делать так я даже не думал что это будет так удобно мы вечерком выползли погулять пройтись посмотреть что здесь есть в округе из вроде ночной рыночки сейчас посмотрим как он выглядит мимо смузиков пройти вообще никогда не можем пока судя по ценам это что дешевле чем везде мы были под тайка 45 бат смузик 25 бат очень дешево таких цен нигде не было а вот мы пришли на рынок это уже для туриков здесь под прямо напротив нашего панорамного остекления вышел перешел дорогу и вот сюда попал здесь по сути все так же как и везде роллы шпажки и но и цены плюс-минус как и везде вот кстати рыбу готовят вот рыбенца которую мы искали но нельзя сколько она лежит как понятно дело а он свежая жарится выбрали рыбку нам вот подогрели и сейчас буду вторую греть упаковывает нашли палатку здесь такое здесь кебабы шава шаву хана по нашему 49 бат всего лишь не типа крошка картошка картошка картофель видеть такой запеченный вот на стенке решила такой а мы вон набрали кучу всего на рынке кушать не стали пришли домой и разрываем эту рыбу я тоже съел ну поняли в крови вроде бы как бы красивые пляжи но судя по картинкам карт поэтому мы решили доехать до этих пляжей и посмотреть покупаться здесь кстати в крабе отличительная особенность от всех городов где мы были это на каждом светофоре стоят какие-то скульптуры например слоны орлы где-то какие-то драконы стоят в общем на каждом перекрестке по-разному доехали мы до пляжей краби здесь такая конкретная движуха кое-как машину припарковали сейчас посмотрим какие здесь пляжи это надо однозначно покупаться но здесь вот самая концентрация всех лодок откуда и происходит все экскурсии на эти знаменитые острова конечно как в лучших традициях любого курорта экскурсии одежда сумочки игрушки различные сувениры все здесь есть но он про что я говорил вот они все лодки но здесь нужно с кем-то пытаться договориться плац конечно здесь так себе история вот они все острова а заврыли кепки видеться но на кучу кучу куча капец здесь движуха три острова будет стоить 2000 бат ну соответственно каждый остров добавляет цену островные пляжи да есть вообще короче с 8 до 4 утра экскурсия длится но покатушка с 8 утра до 4 дня огромный плюс байков заключается в том то что можно подъехать до любой точки назначения вот прям пляжа ведь на машине сюда уже никак не подъедешь там знак стоит и сюда и не заезжает от на байках смели классные зоны отдыха что кстати очень мне нравится здесь людно конечно но везде есть какие-то бич-клабы какие-то кафешки прямо на берегу да прикольные виды красивые вот здесь вот ради чего на крабе сходит заезжать прям подножье вот такой вот огромной скалы мы отсюда начинается трекинговый маршрут куда-то в гору либо вот как раз на следующий пляж который прям вау-вау я вот если честно не знаю почему об этом никто никогда не рассказывает не предупреждает но на каждом клёвом каком-то пляже везде стекает речки и говно течки здесь такая ванище стоит чтобы понимали вот словно зашел в придорожный сортир ужас реально ужас то настенка дощихнула по вот этой тропе можно пройти там на другой пляж а там отельная инфраструктура я уже почитал в интернете ну и по сути все вода везде мутная то снег тут это райской водички но по говняшкам хлоп 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 ну вот перешли мы говно течку помыли ноги говно течке сейчас их море надо помыть ну я не знаю правда пишите свое мнение в комментариях где действительно нужно куда-то валить на вот этих лодках ведь они бесконечно просто курсируют туда-сюда 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 ну а здесь конечно так себе история но зато можно покупаться вот с таким вот прекрасным вином просто посидеть понаслаждаться потому что скалы конечно дал как из всех вот этих топовых фильмов для 5 клёво ну ладно пойдемте покупаемся в азовском море серьезно смотрите не знаю почему такая грязная вода значит видимо островам досталась чистенькая и сюда пришла вот такая грязь что вообще не видно даже но потом я просто потрясающий курорт но виды за виды конечно суперские ради видов есть только сюда приезжать вот прям на этот пляж и по сути все зеленая вода мы хоть как-то зашли в зеленушечку эту прекрасную тайскую зеленушечку нет песок зил вот тут смеемся ребята пришли видите вот одевают маски я говорю о господи вы что здесь хотите увидеть то вообще вода вообще никакая насенка говорит они просто боятся заразиться это реально походу так не ну слышите виды вот вообще не перестаю прям от видов кайфовать это если не смотреть вот сюда вот а смотреть именно туда вот эта скала которая просто торчит да он те вот малюсенькие острова конечно классно слышите вообще бесспорно красиво очень красиво но еще бы цвет воды бы другой и было бы круто вернемся город посмотрим скульптуру значит этого краба и вернемся на пляж на экскурсию на лодке нет она раскрывает конфеты полирнула все она приучить приручила о ой какая мордашка без а кстати общая вы видите получается живем вот рынок мы сразу за рынком а здесь вот такая набережная где вот ходят лодочки такие же да стильные тайские и возят куда-то вон к тем скалам можно здесь экскурсию часовая по моему он сказал это юго-запад таиланда и на удивление для многих крабе никак не связано название никак не связано с крабами хотя они тоже есть повсюду они переводятся с тайского как меч и кстати эта провинция в 2004 году меньше всего пострадала от цунами как говорят что как раз связано с его названием и с тем что впереди него очень много островов до других которые его защищают лайк нулевой километр на этой лодочке можно загонять до пещеры какая-то прикольный там лежите поля мумия не мумия скелет большого человека но по отзывам это хрень и пещера с обезьянами еще тогда да да но очень классная экскурсия прямо из дома вот ходишь сразу рынок выходишь сразу экскурсия интересно но время уже к закату и ехать уже к темноте неудачная идея потому что комары по его лазят и уже потому что комары будет потому что комары на бережная вдоль этой реки настолько длинная что вот мы гуляем сегодня солнца нет вечером кайфуем зашли в парк здесь тайский алфавит плюс английский алфавит с такими скульптурами на той стороне мужики играют в тайский волейбол который тупо ногами знаете пинаешь держишь мяч в воздухе эти лодки выступают даже в роли парома видите на загрузили байки и видимо отправляются вот в эту вот рыбацкую деревню такая деревушка небольшая прям на реке стоит повторяет за братьями и ну-ка дадим давай верося давай молодец и на тебе сегодня прям вечерок прогулок он дошли до большой детской площадке куча разных вариаций здесь и побегают и потом выспимся и отправимся уже покатаемся на острова мы вернулись на берег сейчас быстренько и покупаем билеты на индивидуальную лодку вроде когда 2000 бат стоит ну поедем смотреть что это из себя представляет так отдаем билет н-90 помечает так это нас цикки наш управляющий корабля видео пыли вчера 2000 бат стоило сегодня уже 2 200 но это видимо из-за того что пятницы и выходные дорожает а что-то как лайфхак лучше будет не ездить 200 бат можно сэкономить вот видите везде 2000 наказать но вот эту вот штуку заклеивают на кассе с новыми ценами наша лодка выглядит а вот так вот сейчас мы сюда грузимся н-90 а ей все давай родик первый пошел так настенка давай вроде аккуратно вроде держи мирошку давай на все на опа да а когда ты себе представляла мы так индивидуально чувак видимо потерял второго пилота и что по сторонам давай давай тема оба вообще в лодке очень хорошо что есть навес можно спрятаться от солнца есть куча жилетов лучше конечно здесь их одевать иначе если будет волна эти лодки сделаны из говна и палок по-другому и не скажешь и в случае волны мы много раз видели видосы когда они просто об волну разбивались и люди оказывались но вот my friend залазит сейчас видимо по голове все друзья мы отправляемся в это морское путешествие надеюсь лодка довезет нигде не разобьется и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы приплыли к первому острову На картинках смотрится просто круть Видите, такая коса проходит от одного острова к другому острову Вот там люди все гуляют А потом уже отправляемся на следующий остров Блин, здесь, конечно, очень красиво Цвет воды Сейчас посмотрим Ну, конечно, можно будет Да, водок, сами видите, огромное количество Да, здесь вода вообще потрясающая Прозрачная Вау О, вот здесь вот гляньте, какая лагуна Да, вот Так Мы катапультируемся вот так вот прям в море Давайте, парни, очень аккуратненько Поезжаем футболки на море Чикс Да ничего страшного? Мы поедем Поехали на другой пляж Ну, а как мы поедем на другой пляж, Слав Так на каждом пляже сейчас будет платить One pay, two pay, three pay Короче, жесть, прикиньте, чтобы сойти с лодки Нужно еще доплатить Охренеть Окей Короче, вообще жесть В общем, он сохраняет себе тикеты Мы заплатили за то, чтобы Короче, прикиньте, для того, чтобы выйти с лодки Нужно заплатить 200 бат за взрослого 100 бат за ребенка Я, конечно, в шоке Но явно настроение просто испортилось нахрен Потому что платить такие бабки за посещение этих островов Вообще Может быть, это и национальный парк Просто почему-то нигде мы эту информацию вообще первый раз слушаем Ну, вот представляете, то есть уже не две тысячи Сейчас приедем на следующий остров, наверное, еще скажешь заплатить Не, ну просто когда ты не готов к такому Ты типа уже заплатил, ты не заплатил Нет, ты не все, ты здесь не сможешь пройти Так, Мирошка решил сам идти Людей, конечно, многовато Все как дурочки ходят туда-сюда По этой воде Но, по идее, можно вот добраться Просто до пляжа И искупаться Вода прекрасная, спору нет Но стоит это вообще космических денег на самом деле И пока, мне кажется, оно вообще как бы не стоит точно того Две тысяч за борт Две двести Шестьсот за вход уже две восемьсот А, две двести Шестьсот сейчас отдалят уже две восемьсот И что нас ждет впереди, тоже непонятно Если нам бы что-то лет, что-то не там снова У нас пошли На фитхивы можно было съесть Маленький человек в брод идет Пытается сам покорить, да, Мироша? У меня получится Давай, Мирошка, давай, сынок, давай Все получится Я нашел морскую звезду Темка нашел морскую звезду Я хотел ее вот сбросить в песок Она взрывается Прикольно Я так понимаю, чтобы вот дальше зайти Вон туда, там тоже надо что-то заплатить На какую-то гору подняться Видимо, смотровая Здесь вот второй пляжик Можно выйти, пофотографироваться Виды, конечно, классные Но я не думаю, что это стоит действительно Вот таких вот бешеных денег Люди здесь купаются Вот, можно покупаться Но так классно, вообще спору нет Это очень крутая водица Вообще, сделаю вывод Что кроме воды По сути, здесь ловить нечего Потому что дно такое То ли кораллы, то ли еще что-то Вот все каменистое Ты не забежишь, не зайдешь Особо не поплаваешь И самое, что интересно Я тоже попытался нырнуть И в итоге Вот такая вот фигня у меня случилась Ударился прямо грудью Пук меня аж, короче, от коралла становил Хотя вроде просто по воде плыл И много не рассчитал Так вот, чуть себе грудак не сломал Но вот как я и думал Чтобы сюда зайти в национальный парк Нужно еще доплатить, по-моему, 50 бат С человека Думал Птичку запустить В итоге смотрю Специально вот дошел посмотреть Табличка висит На дронах летать нельзя Это уже другая сторона получается острова А вот здесь, кстати, покупаться уже получше будет Не так, как у нас там прям все в кораллах В кораллах Да, здесь вот, по крайней мере, нырнуть можно И травму не получить Супер, конечно Все, немного покупались Освежились Вот Теперь отправляемся на другие острова Надеюсь, еще два острова вроде как впереди Надеюсь, там с нас уже не будут брать денег Потому что мне их все равно нет Так, все Залазим В ложку И отправляемся дальше Пирожка аккуратно Давай, держись Ну что же, летс гоу На следующий остров Пока плывешь, открываются, конечно, сумасшедшие виды Маленькие пляжики Такие секретные Недоступные никому только лодкам Вот эти скалы, торчащие из воды Но-но-но-но Это куриный остров Мне больше напоминает не курицу А какого-то индюка Этот остров А вот хочу вам показать, что такое Вот индивидуальная, да, лодка И что такое полное, битком вообще Они вот по очереди там все фотографируются Это, конечно, не вау Но на самом деле у нашей семьи нет никакого выбора Потому что нам то же самое, что за каждого заплатить То же самое снять индивидуальную лодку Мы такие уже поехали дальше И я ему говорю А если покупаться, слимминг там Он такой, а, окей И вот завозит нас покупаться Потому что мы же видим, лодки все стоят А он, короче, мимо попер Как бы это неправильно, да? Да? Здесь вообще Если вот поплывете, берите с собой Какие-нибудь маски, очки Мы с собой ничего не взяли А вообще вот люди, кто плавают, они здесь плавают С масками, вон там вот с краешку Здесь водичка-то вообще красивая Но зато здесь можно попрыгать С борта Так, ну что, делаем первый прыжок Аккуратно Прямо с носа О, там такие рыбы плавают Да, так вот, надо маску было Потому что рыбы классные Главное, чтобы они тебя не съели А ты сейчас, подожди Пап, кораллов нету? Попробую, нету? Маленькая медуза Медуза, серьезно? Да, полагона Это рыба какая-то Это не медуза, это рыба, мне кажется Давай Молодец Пошел Классно? Иди ко мне Да вообще, мы пришли, она перекатывает по водкам Давай Не верю, мне страшно Давай, Настенка Мама Мама Давай Молодец Классно Там я Давай, Родик Давай, спрыгай Давай, Родик Родик, давай niye рыбы Тёма, давай Молодец Давай Давай! Ну давай! Вау! Нифига! Красавец! Все, плывите! Кручак! Так, все, ребятки, мы накупались, нырялись как следует. Вон где эти печенюшки хрумкают. А мы отправляемся на следующий остров, который называется Подо. Наверное, там еще тоже покупаемся. Сырый бурейли, чикен и ухода третья. Доплываем мы до последней нашей точки, финишной, третий остров. Здесь, конечно, вода, бомба. Вон ребята купаются, мы сейчас тоже здесь поплаваем. Здесь мелко, песочек, красиво, лесок. Было бы время, можно вон туда восхождение на гору сделать. Каким-то путем, конечно, шутка, но да ладно. Клево! Исследуем сейчас этот остров. Да, парни? Да! Ага. Получается, третий остров, первый, куда мы приехали, и второй остров, он как-то вон туда вот, заплывали, находится вот где-то вот там вот. За ним, короче. По сути, три острова находятся рядом с друг другом. Самая такая короткая экскурсия. А пхи-пхи- это где-то вот все вот там дальше. Вот это красота! так понял темка пошел родик можешь тоже вышвыривать и ты все темно побежал родник побежал и якорь кинут все погнали вот это меня сегодня с кораллами не везет я прыгнул на эту штуку давай выпрыгивай и прям прыгнешь серьезно ты чё серьезно хочешь прям прыгнуть ну давай 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 у нифигасе смелый пацан вообще и посмотрите кто растет давай настена ну все мы на райском острове добро пожаловать где цвет воды да вы такой не видели никогда дети убежали куда-то туда вдаль по острову здесь вот можно ходить и наслаждаться ой как здорово да можно вон туда пойти здесь техническая зона вот сюда вот тут покупать пойдемте ой этот мир роша проказник вообще без нас просто в морях ловись мы пока плыли артемка увидел возле берега огромнейшую медузу слушать все вы понимали она с размером мирошки сейчас попробую подойти туда но конечно опасная дрянь не дай бог она ужалит брить какая здоровенная ой 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 нифига себе волосатая такая и вот такие медузы когда мы уезжали с пхукета вот такие медузы были там какая-то аномалия видимо не знаю они опасны не дай бог она ужалит мало не пока что на самом деле ее по крайней мере видно она с размером я не знаю как две моих головы мы погнали в этом прекрасное морюшко да мы реально словом попали на мальдивы какой цвет водицы вы только гляньте не но мы ничего лучшего не видели на вот это действительно так еще с таким прекрасным видом река да единственное что здесь есть кораллы нужно очень аккуратно ходить потому что если сделать знаете как резкое движение то можно покорябать себе ногу а я предлагаю на самом деле прямо сейчас нырнуть и посмотреть что здесь есть ныряем прикиньте я только выныриваю и просто охренел я вынырю возле этой жуткой медузы смотрите как она выглядит я хотел показать классный подводный мир виде рыбок а не получилось показываю только эту гигантскую огромную медузу блин жесть хрен знает опасно она не опасно но выглядит она реально очень опасно сейчас попробую вот так не поближе подойти чтобы посмотрели размер этой медузы она реально огромная же стволим помимо здоровых медуз есть вот такие маленькие посмотри иди сюда вот посмотри как она выглядит иди сюда смотри смотри какая херня видите вот 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 видите 1 2 и они видимо тоже обжигают как-то вот у нас тенки на руке вот не знаю вот так вот и кораллы тоже настолько опасные вот я прям чуть-чуть буквально слегка зацепился и у меня вон чуть теперь на ноге вообще на такие случаи лучше носить с собой вот от аллергии да потому что хрен знает что может произойти не да может быть и лаймом но видишь лайма нет его с собой не навозишься она-то огромная там вынурну прямо возле нее огромная медуза гигантская розовая да самое конечно важное что вот эти есть огромные медузы их видно то вот эти маленькие медузы их вообще не видно естественно у каждого человека своя реакция на укус но вот если так вот смотреть видите море то вообще никого не видно а вот красных видно сразу вон она дрянь видите плывет у нее даже вид устрашающий далее вот так вот поэтому ребятки кто сюда будет приезжать очень-очень внимательно и надо быть чуть дальше отошел а здесь живите начинается прям коралловый риф здесь уже не поплаваешь иначе вообще весь покалечишься но здесь можно с маской поплавать но маски у нас нету пока вообще никого особо и не вижу красота не вода вообще потрясающе оказавшись на острове представляешь как будто ты оказался действительно на необитаемом острове и вся вот эта природа до из фильмов ты такой сидишь один и у тебя ничего впереди нет никого только ты океан так здорово а сейчас берите сюда еще приплывают вот так вот на байдарках есть видимо какая-то вторая часть много вообще прямо лодок там где мы остановились лодок немного кстати а вот здесь уже вообще масса туриков здесь вартуются в основном эти скоростные катера прикольные и здесь прям такой пляж зона отдыха предупреждение цунами также можно по парку погулять вход платный 50 бат что ли с человека нам это не надо мы сюда за водой приехали за красивой да как вам ребятки это конечно не пхи пхи вот и конечно классно было бы еще вот туда вот сплавать по всем по всем островам но в другой раз вот это здоровенная она тяжелая ее хрен поднимешь ой жесть вообще конечно да уж хотел сказать накупались но в итоге мы и не накупались потому что медузок вот этих маленьких много которые жалятся больших медуз тоже много поэтому поплывем обратно вот такая у нас прогулка получилась насенка разочарованы я надеюсь она меня не убьет да уже бы убила если бы хотела оказывается у нас четвертая заброска на пляж рейли бич здесь конечно очень красиво мы подплыли вот вплотную к этим скалам здесь можно покупаться вода очень чистая не так как на аонанге можно взять саборды можно взять каяки и сплавать вот в эти вот пещеры конечно вообще прикольная тема поплывем вот кстати с другой стороны посмотреть к потрясный вид туда тоже можно дойти ногами но вот сюда на машине не доедешь только вот эти вот заброски как классно то вообще и вода здесь изумительные рыбки плавают здесь накупаемся все мои убежали да вот тут пляжи чик классные вот где нужно приехал и каячок взял там в общем пещеры да вот можно прям по заплывать но мы сейчас это делать не будем все мы устали от солнца устали вообще нам хватило на самом деле этих четырех часов поэтому финиш на купаемся и все ой ну там вообще роскошь конечно посмотри крутотей как рука щипет но уже не так уже вот проходит мне кажется опухоль спадает от воды мне кажется но от воды еще сильнее конечно парить коралла аккуратно на песок класс вот это вид ну а с таким видом купаться я не знаю это не передать словами ребята теперь мы в поисках лодки какая же наша как и да здесь много на ориентир зеленой крыши номер 90 да вон наша стоит я уже ее вижу все плывем на берег домой зашли мы здесь такое заведение различная кухня представлена и мы тоже естественно заказали себе еды настенка все заказала такое блюдо которое очень давно хотел попробовать за что-то руки не доходили рис в ананасе жареный а знаете как можно послышится не рис не рис в ананасе а рис варанасе вот рис варанасе вот это настенка отхватила себе еду так это родику более на чешем это такое не взяли тебе ананасе принесли но мне на нас отрицать ананас реальный и ананас и держу ну все давай лопай чё тут и кешу даже еще чё вкусно да вот такая вот провинция друзья мои краби как вам пишите в комментариях слава богу посмотрели острова хотя стоит это немало да уж но вот так вот красиво в общем ребятки приезжайте в любом случае обязательно на краби если будь потому что регион прикольный природа здесь самая красивая но естественно острова дают о себе знать все ребятки на этом месте прощаемся и ныряем против décорик с 1 2 3 5 4 Продолжение следует...